всем привет дорогие друзья с вами джокер и сегодня мы продолжаем строить наш iphone в майнкрафте вот остались потом как мы сделали вот такое зарядное устройство то есть систему зарядки вот она она в самом низу так дайте сейчас компас возьму и топорик чтобы не было легче передвигаться вот я тут немножечко схему изменил вот тут я конечно сделал чуть по-другому потому что у меня дисплеи они обновлялись не так как нужно точнее работали не так как нужно я здесь сделал вот так вот все это провел весь редстоун также у меня была я помните проблема вот я ее решил вот таким вот способом то есть просто провел редстоун вот сюда и у меня получилось вот что вот таким вот образом я не уверен конечно то что она пробита ну сейчас мы проверим да но не будет работать вот так что мы сейчас если сделаем вот так вот теперь она будет работать что я еще сделал я так чтобы когда у нас смартфон наш телефон разряжался разряжался наш телефон просто-напросто вырубался вот я потом еще чуть позже будет подведу вот сюда сигнал вот сделаю так чтобы он вообще как бы точнее даже вот сюда вот вот сюда подведу сигнал чтобы он вообще не работал и вообще его нельзя было включить это я сделаю уже впоследствии когда уже карта будет полностью готова вот и все вся основная часть механики будет полностью готова я там без съемок профиксю баги сделаю всю фигню вот исправлю и засниму отдельный ролик уже о конце постройки вот так а пока сейчас будем заниматься механической частью сегодня мы наверно сделаем наши вот такие вот связь нашу вот я не знаю какие будет сейчас посмотрим так давайте возьмем блоки сразу будем наверное здесь делать потому что ну смысл нам там делать то есть фигню так и 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 вот так теперь не нужны парки ванного типа тела возьмем ставим вот таким вот образом не знаю каких сейчас буду подключать эти факела подключить того а нет стоп у меня появилась другая идейка это все сделать здесь мы просто сделаем вот так вот здесь так все и будет пусть а здесь мы просто сделаем вот таким вот как бы образом то есть вот так теперь мы ставим здесь здесь факел также мы можем поставить здесь факел и здесь а нет стоп она будет активировать лампочки рестаун а ну если я сделаю вот так сейчас да она будет активировать это нам не нужно значит нам нужно это все сделать по-другому значит мы это все сделаем вот таким вот и хитрым образом точнее ну вот так в общем подведем так сказать несколько сигналов здесь поставим redstone вот так возьмем redstone поставим сюда и здесь мы тоже ставим красный факел и здесь тоже у нас стоит красный факел значит что это сделаем все вот здесь и сделаем это все сделаем вот здесь значит берем репитер ставим их вот так дальше того все делаем вот таким вот образом и сделал верно как у элитку абсессинс сделаем от датчика дневного света чтобы нас как бы менялась наш как бы вам сказать там менялась наша связь вот давайте заменим на лампочки это все дело заодно проверим как она у нас будет работать так так стоп вот здесь мы сми репит да а ну все ясно я лалка души не будет работать даже если я сделаю а это уже про нет здесь все будет работать здесь я уверен этот сто процентов что здесь а вот эта линия она у нас будет работать а здесь не работает нижнюю потому что я лалка и я не знаю что здесь сделать наверное сделаем пробуем сделать конечно вот так нет так она не будет работать нужно как не надо значит он значит сделаем все это проще точнее не проще чуть усложнений так так здесь поставим красный факел здесь поставим блок над ним поставим вот так тут репитер нет и тут вырастет он поставить лучше давайте поставим возьмем полуглок любой без разницы какой поставим вот так и здесь поставили здесь у нас стоп 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 я не нифига не пойму как это сделать должно у нас быть сколько то есть у нас должно быть две то есть вот эти вот работать значит мы делаем вот таким вот образом ну как и там в принципе вот поставим здесь репитер возьмем поставим так ну и средства он стоит то оно не будет работать да явно о все я придумал как я это все сделаю нет не придумал у нас должно оно работать да так 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 а это уже интересно значит попробуем сделать даже не попробуем а сделаем вот так то есть то мы все сделаем каким же образом мы это все сделаем ой что я тут уже начал выделять даже так о все есть я нашел выход из этой неловкой ситуации вот такой вот я нашел выход то есть вот что у нас получилось теперь а нужно сделать так чтобы она у нас так сказать дезактивировал точнее активировалась от нашего так сказать типа погоды так где-то здесь иди-иди-иди вот он эта панель так возьмем ее поставим вот сюда и попробуем провести так редстоун так ага значит мы ставим ой вот здесь поставим наш ред факел нет не надо мне ред факел здесь давайте лучше эту всю панель поставим где-нибудь в другом месте где-то вот тут и проведем так редстоун от нее а теперь изменим на ночь так у меня горят эти ага у меня же наоборот все получается тю блин значит мы сейчас все изменим и сделаем это все дело вот таким вот нехитрым образом то есть поставим просто здесь красный факел да даже а здесь как здесь же тоже красный факел получается ту 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 это уже дилемма да ммм значит 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 мы сделаем вот так это все дело ну как бы у нас это все будет идти вот отсюда но тут будет небольшой заворотик даже вот здесь будет небольшой заворот потому что он не нужен будет так значит ставим здесь наши стандартные красные факелы здесь тоже поставим красный факел здесь мы поставим реды стол также поставим и думаю блок здесь ставить не вариант будет активировать а если вы а нет стоп все таки да здесь блок ставить не вариант будет активироваться даже если я сделаю вот так это мне не нужно значит нам нужно как то провести таки сигнал о появилась другая идея то что как то можно все дело осуществить вот таким вот все равно красный факел вот таким вот образом короче вот так и здесь делаем то же самое только здесь поставим опять же наш репитер и здесь поставим блок и здесь поставим красный факел все отлично теперь мы просто возьмем проведем здесь редстоун вот таким вот макаром вот что у нас получилось и теперь когда у нас будет ночь у нас сигнал будет на 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 двоечке вот так нет у нас не ночь нет стоит датчик дневного света он мне не нужен давайте так проверим нашу всю эту фигню вот вообще в ночь связи вообще нету давайте утро вот сразу у нас появляется две палочки так сказать вот таким вот образом у нас это будет все работать как вы можете заметить дальше что мы делаем дальше нам нужно это все подключить к интерфейс то есть у нас сейчас оно как бы должно быть дезактивировано давайте блин теперь это нужно как то подключить все к гуи и сделать так чтоб оно у нас не работало а это уже вот это вот уже действительно дилемма так а если вот сейчас он выключен у нас должно ничего не работать если попробовать нет репитер это будет вот что у нас будет у нас будет сигнал всегда весь то есть даже если у нас утро у нас сигнал будет всегда полный это нам не надо нам нужно как то это все устроить у меня появилась идея как это все устроить вот у нас сейчас все как бы включено все хорошо работает все отлично сейчас проверим да у нас все хорошо работает так получается здесь она почему-то а ну да здесь же шри петерский значит здесь в общем неважно без разницы значит ставим здесь берем липкий поршень проведем здесь такую штуку ставим вот так и вот так все теперь у нас сигнал проходить не будет и когда при отключении у нас он будет просто как бы все срабатывать весь GU интерфейс у нас будет активироваться вот так 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 смотрим все должно по идее работать так давайте убер убрали да и у нас связь заработала мы не убрали точнее убрали поставили точнее и у нас связь пропала все отлично вот мы сделали наш показатель связи теперь давайте я начну наверное делать и потом мы впоследствии закончим так здесь мы отведем это все подальше это у нас теперь будет уже сим-карт то есть распознание номера что я вообще хочу сделать я хочу сделать так чтобы вот смотрите у нас здесь есть такая штука это как бы определитель номера я хочу сделать одну вещь вот то бишь когда мы допустим выбрали нужное нам число точнее нужный нам нужны нам цифру блин что я вообще несу то есть мы вставили карту допустим да допустим вот это у нас будет 0 это у нас будет давайте так вот это у нас будет красный блок шерсти это у нас будет 0 это у нас будет 1 и это опять 0 это как бы будет номер то есть у нас будет несколько сим-карт и это будет как бы разные номера у нашего телефона то есть можно будет менять номер и когда мы вот будем вставлять да вот эту карту у нас будет просто подаваться сигнал вот сюда вот вот сюда он будет подаваться сигнал этот что и он будет показывать то что ну то есть изменять на нужную нам цифру вот с нулей на нужную нам цифру, и когда у нас будет другая сим-карта, у нас будет изменяться, и также будет еще подаваться сигнал на главный декодер, который у нас будет определять номер нашего телефона, и также у нас будет находить номера, есть ли телефон с таким номером, если есть, то можно нажать на Enter, и у нас сообщение выпадет на другом телефоне, вот так вот как-то это будет работать, в принципе можно еще будет выбирать, ну да, то есть выбирать нужно будет номера, вот так, да, и также можно будет пересылать сообщение, ну как это еще устроено, я еще до конца это не продумал, вот, так что пока что это, на этом я думаю мы сейчас закончим, сейчас я глянусь сколько я уже снимаю, 17 минут, какая-то серия не очень-то длинная, вот, я еще пока что сам не продумал, как это все будет, как вот мне проблематично будет подключать вот эту вот всю нижнюю ерунду, вот, вот эту вот, и да, кстати, мне многие люди писали, точнее в комментариях был такой вопрос, даже не вопрос, а просто написали в комментариях, что типа, надеюсь карта будет как сказать, в собранном виде айфон будет, да, айфон будет полностью уже в собранном виде у вас, он будет перенесен на другую карту, вот, все системы, все что здесь есть, это будет тоже перенесено на другую карту, то есть весь айфон, а будет всего в архиве несколько карт, то есть, вот этой вот картой, где идут дисплеечки, кстати, тут вот старые мои дисплеи, которые я пробовал, пытался делать на сдвиговом таком регистре, это было бы проблематично их подключать, вот, и также будет полностью карта уже перенесенная с таким вот айфоном, уже готовый, только лишь, и также еще будет перенесен, будет даже на карте два айфона, вот, я не знаю, или один, или два, вот, и будет декодер стоять этот, который у нас будет определять, какие, то есть, определять и пересылать через него сообщение, то есть, проходить, все будет проходить через наш декодер, вот, пока что я еще это не продумал до конца, дело, я так, видишь, гуин, ну, мы все сделали не очень, конечно, много, давайте я вам еще немножко расскажу, что я тут сделал с батарейкой, с нашей, ну вот, я тут так вот все это дело подключил, вот, сделал, здесь такие два колонных блока вывел, скорборд, objectives, батарея один и батарея два, то есть, теперь они у нас, как бы, вот это вот зарядное устройство, когда у нас он разряженный, у нас, то есть, здесь убирается блок, а здесь, наоборот, ставится, и когда он у нас заряжен, он у нас, наоборот, здесь убирается, и там ставится блок, то есть, это все я сделал, вот, также вот тут зарядка такая, видите, что более правдоподобно было, все сделал, вот, давайте еще немножечко заделаем это все дело, чтобы так красиво было, ну что ж, на этом я думаю, все, да, серия, конечно, получилась очень-очень короткая, и сильно такого информации, сильной информации такой нету, в этой серии полезной, мы лишь только сделали один механизм, вот, это вот этот вот маленький, ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, с вами был Джокер, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok